Слово «здравствуйте», к примеру, да. И всё, сказать, что да, это моё, платите мне за это деньги. Сергей Медведев объясняет. Акционерное общество с московской пропиской зарегистрировало товарные знаки «Дед Мороз» и «Великий Устюг» как свою собственность. Теперь за использование этих названий россияне, по сути, должны платить. Коммерсанты рассчитывают получить с бренда «Дед Мороз» ни много ни мало 30 миллиардов рублей, сообщают деловые издания. Красноярец считает, что это как минимум увеличит стоимость новогодних подарков. И вообще, его возмутила сама возможность приватизации новогоднего персонажа. От руководства компании он теперь требует 10 миллионов рублей моральной компенсации за оскорбление чувств верующих. Сам активист уверен в успехе своего мероприятия. Суд его заявление принял к рассмотрению. Мы все знаем, что у нас это «Дед Мороз», скажем, на Западе это Санта-Клаус. Но Санта-Клаус – это святитель Николай, это святой Николай, правильно? То есть это уже к религии относится. Так что я считаю, что я здесь не заблуждаюсь. Мы дойдем до того, что будут приватизировать имена, ну скажем так, Иисуса Христа, Будды, например, скажем там, еще там, я не знаю, Кришны, к примеру. То есть, ну, я не знаю, доходят до маразма, доходят до абсурда. Продолжение следует... Вот. Продолжение следует... Продолжение следует...